Если вы начинающий ютубер и у вас не очень-то мощная ПК, но вы хотите всё-таки монтировать свои ролики, тогда рекомендую вам скачивать и пользоваться программой Фильмора. Тут всё просто идеально, классные эффекты, куча переходов и самое главное, очень простой и приятный интерфейс. Тут не надо ничего искать по полчаса, всё наложено прям перед вашими глазами. Во время редактирования ничего у вас лагать не будет, так как программа вообще не нагружает компьютер. Ну а самая главная фишечка этой программы в том, что она абсолютно бесплатная и скачать его может каждый из вас. Ссылку на скачивание этой программы вы сможете найти в описании, так что если вы хотите стать крутым ютубером, тогда скачивайте и пользуйтесь этой программой. Здарова, Клэшеры, с вами как всегда я, Арман, и мы вместе с вами продолжаем нестерпением ждать глобальной обновлении, которая в скором времени будет. А в игре Clash of Clansic разработчики никаким образом не хотят, чтобы мы отстали и вот всё время поднимает интригу всё больше и больше, и никакую конкретную информацию о грядущем глобальном обновлении не публикуют. И, собственно, мы все как бы нестерпением ждём, что будет в обнове, что будет из себя представлять корабль. В общем, вот пока мы ждём такой глобальной обновы, разработчики на своей официальной страничке Facebook опубликовали некую информацию, которая будет вместе с глобальным обновлением. Собственно, я буду обозревать сегодня эту информацию. Ребята, это 100% информация, потому что, как уже сказал, вся информация взята из официальной странички Facebook игры Clash of Clans. Так что всё это будет, как я, в общем-то, скажу. Перед тем, как я начну, ребят, давайте все вместе поставим лайк под этим роликом и подпишемся на канал. В принципе, вам не трудно, мне приятно, так что все давайте сделаем это. Ну, а мы давайте, собственно, начнём. Как уже сказал, вот информация, в общем-то, касается глобальной обновления, но это как бы часть этой обновы. И тут, в общем-таки, разработчики решили немножечко-немножечко исправлять баланс в игре. Так что, думаю, будет интересно. Но прикол в том, что все эти нововведения, точнее, все эти улучшения в балансе будут касаться высоких ТХ-шечек, да? То есть 9, 10 и 11. К сожалению, пока что никаких информации о низких ТХ-шечек пока что нет. Ну, в комментариях можете написать, какой у вас уровень ратуши. А вот, давайте прямо сейчас сделайте это вот. Ну, а я давайте начну уже читать. В общем-таки, обновление в основном касается клон-спелла. Почему? Потому что клон-спелл в последнее время, ну, как в последнее время, в принципе. Я считаю, что после его ввода в игру он не пользовался особым популярностью. Потому что, ну, клон-спелл клонировать юнитов, ну, они несколько, эти клоны, несколько секунд просто гуляли по карте и исчезали. И это было крайне неэффективно. Тем более, что на низких уровнях заклинаний вот нельзя было копировать голема или пеку, да? А вот копировать обычных варваров и лучниц, это, думаю, вообще неэффективно. В общем-таки, разработчики решили добавлять, во-первых, новый левел для клон-спелла. А во-вторых, улучшать способность клонирования. То есть, сделать побольше места для клонирования. Где-то до сорока места, думаю, будет. Вот, и можно будет копировать где-то восемь воздушных шариков. И, собственно, пятый уровень этого заклинания будет доступен на одиннадцатой ратуше. А на десятой ратуше уже будет доступен третий уровень заклинания. В принципе, это тоже дает дополнительное место для клонирования. И, думаю, что будет круто. Не знаю, кто-то из топов пользуется клон-спеллом или же нет. Но я лично еще никогда не использовал клон-спелл в своих атаках. Можете написать, как вы относитесь к этому спеллчику. Дальше у нас идет фриз. Почему фриз? Потому что после добавления арлиной артиллерии все юниты просто страдали. Я лично атакую гигантами. Я просто боюсь напасть на пазу, где есть орлиная артиллерия. Потому что буквально пару тычек и все. Моих гигантов как не бывало. И поэтому, собственно, наверное, разработчики решили добавлять новый уровень фриза. И обосновали это тем, что орлиная артиллерия как бы очень сильно мешает во время атаки. И каждая секунда дорогая. И, собственно, мы добавляем новый уровень фриза, чтобы, собственно, атакующим был немножечко-немножечко легко. Ну и, собственно, на 11 уровне будет доступен 6 уровень заморозочки. Кроме заморозочки, ребят, еще будет добавлен новый уровень хила. Да, 7 уровень хила. И будет он доступен на 10 МТХ. Ну и хилл довольно-таки прикольная карта. Думаю, каждый из вас использует эту карту. Точнее, спеллчик. Этот спеллчик в своей колоде. Вот ставьте лайк, если вы используете хиллочку вот в своей колоде. Или во время атаки на кого? Или во время фарма. В общем, ставьте лайк, если вы их используете. Вот. В общем, 7 уровень хила будет доступен на 10 МТХ. И разработчики обосновали это все дело тем, что при встрече юнитов с адской башней, каждая секунда, опять-таки, дорогая. И очень сильно юниты как бы страдают, да, когда хиллочка не лечит. А вы все знаете, думаю, что под адской башней, то есть под инфермо, хиллочка вообще не действует. И чтобы компенсировать это все дело, они решили добавить новый уровень хила. И, собственно, немножечко, опять-таки, улегчать дело атакующего. А дальше уже, вот, вроде бы, закончились новости, касающиеся спеллчиков. Вот. Было еще написано, что 7 уровень коллекторов и шахт будет доступен уже на 9-ом ратуши. Собственно, чтобы немножечко, немножечко улегчать получение ресурсов на 9-ом ТХ-шечке. Хотя, я не знаю, кто пользуется вообще шахтами и коллекторами, да. Возможно, некую часть ресурсов мы получаем от шахт и от коллекторов. Только, думаю, вот только из шахт мы ничего не сможем улучшать, да. Чтобы, вот, ждать шахт, чтобы они дали нам ресурсы и улучшали. Не, без фарма никак уже не получится ничего улучшать. И, собственно, не знаю, зачем решили разработчики вот такую фигнули ввести. Ну, ладно. Что еще будет добавлено, ребят? Ну, не то, что добавлено. Просто будет увеличен урон бомберов, чтобы они могли немножечко легко сносить стеночки. Вот. Ну, и, собственно, как вы знаете, это инфония 100%. Вот. Уже будут добавлены 12-е стены на 11-ом ратуши. То есть, можно будет ускорить абсолютно все стены до 12-го уровня. И, собственно, поэтому еще и будут улучшены подрывнички. То есть, бомберы. Не знаю, вот, будет ли добавлено новый уровень. Но, в принципе, что будут улучшены, это уж 100%. Дальше у нас немножечко разработчики поиграли с параметром из шариков. Вот. Я точно, ребят, не знаю, что в шарике будет изменено. То ли вот будет увеличена скорость шариков, то ли будет увеличена скорость первой атаки шариков. Я, если честно, это все дело не очень-то хорошо понял. И не хочу втирать вам какую-то дичь. Так что, будут какие-то изменения вот с шариком. Но что конкретно, я пока что не знаю. Если узнаю все это дело точно, то обязательно, обязательно в ближайших роликах сообщу вам об этом. И, конечно же, ребят, разработчики написали, что будет фиксирована цена и, конечно же, время для подготовки всяких спеллок юнитов. Вот было написано, что будет уменьшено время заморозки. Точнее, время изготовления заморозки. Здесь спеллоклонирование, спеллокила. В общем, больше ничего не написано. Но, в принципе, я думаю, что остальные юниты тоже будут как-то изменять свои параметры создания. Так что, ребят, если, в общем-таки, у меня будет новая информация, я обязательно сообщу. В общем, вам что надо делать? Вам надо подписаться на канал, чтобы не пропустить ролики. В принципе, как-то так. И под конец, ребят, хочу еще раз порекомендовать вам пользоваться программой Фильмуру. Как уже сказал, ссылку вы можете найти в описании. Эта программа, ребят, действительно понравится вам. Потому что вот скоро обновь в Клэше. И, думаю, многие из вас захотят снимать какие-то ролики про обнову. А монтировать в этой программе просто изи. Так что, скачивайте, пользуйтесь и создавайте только качественные ролики. Программа абсолютно бесплатная, так что скачать может каждый из вас. Пользуйтесь и наслаждайтесь, ребят. А на этом у меня сегодня все. С вам был, как всегда, Ярман. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok